Всем привет, друзья! Сегодня я беру интервью у Алены Коваровой. Алена Коваровой-постановщик, мастер спорта по чир-спорту и имеет стаж работы с детьми и взрослыми более четырех лет. Здравствуйте, Алена! Как у вас сегодня настрой? Настрой боевой, но я волнуюсь. Давайте, наверное, начнем с самой основной информации. Сколько вам лет и где вы живете? Мне 23 года, я уже живу в Москве. Вы занимаетесь достаточно редким спортом, чир-спортом. Ну, по крайней мере, для нашей страны. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще туда пришли? Ой, история в принципе банальная. Мы занимались в танцевально-спортивном ансамбле детском. И после выпуска девушки постарше оказались в чир-спорте. Уж не знаю, как они туда пропали, но мы пошли за ними, потому что хотелось как-то продолжать свою деятельность, так как энергии еще полно. Но мы пошли за ними оказались в чир-спорте, потому что тогда для нас в очень незнакомом виде, просто по видео. Поняли, что это такое. Нам понравилась вроде как гимнастика, танцы и все вместе. В общем, поэтому вот туда мне и отправились. А до этого вы занимались танцами и вы были участницей детского ансамбля. Ну, у нас ансамбль раньше назывался «Оценка внешней гимнастики». Но мы занимались не профессионально. У нас была растяжка, хореография, предмет гимнастический. Но когда мы не выходили на соревнования, цели такого не было, мы выступали исключительно в танцевальных направлениях с использованием предметов, с использованием гимнастических этажей. А сложно ли вам было перестроиться уже, когда вы попали в чир-спорт? То есть, у нас уже два разных спорта. Перестроиться было очень сложно, потому что гимнастика – это все такое нежное, плавное. А именно там гимнация приставит, в которую я попала, там все четко, сильные руки, точки, точки, точки. И я плывала, наверное, около года просто плавала. Я не могла прийти четко в точку, прыгнуть, поэтому было сложно. А сколько часов у вас проходили тренировки? Сколько раз в неделю? Ох, это было давно. Я попытаюсь вспомнить. По-моему, раза 3-4 в неделю по часа 3. Ну, вроде вот так. Не соврать. И с того момента уже начались ваши разряды и крупные старты. Крупные старты – да. Тогда мы уже, ну, был первый крупный старт, потому что у нас в отзоре такого не было. Такой появился был чемпионат Москвы, который я с командой сразу выиграли. И это было очень здорово. По разрядам тогда было очень сложно, потому что федерация молодая, там были уже свои проблемы, и тут было сравнительно никогда не получилось. Но насколько я знаю, вы бронзовый призер и середовый призер чемпионата России по часу. И золотой. И еще золотой. Да, ну просто в разных номинациях с разными командами разные результаты были, да. И золото есть, и серебро, и бронзовый есть. А также вы еще участвовали на чемпионате мира, и вы там попали в путевку лучших команд. Да, чемпионат мира был в том году. Я тогда уже не занималась чистотом. Я вернулась, мне позвали в другую команду, уже в другую номинацию. Команда в Троицке, а я работала 5-2. После основной работы шоу-группы детские. Потом я ехала в Троицк. Ты наш сосночек возвращалась. Все утра, все утра, с того, до века к 8-9 идти на работу. Но ради чемпионата мира оно того стоило. Да, это просто какие-то эмоции непередаваемые. А скажите, пожалуйста, вы ожидали вот такого результата? То есть вообще расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Как все происходило? На чемпионате? Да. Судя по той подготовке, которая у нас была, у нас были сборы по 2 раза в неделю. По 2 раза в день, 3 раза в неделю у нас были тренировки. Естественно, я не могла присутствовать на утренях, потому что 5-2. Девчонки по хари побольше у меня. И у них было 2 номинации, я только в одной. И в принципе поездка в Америку это что-то из отряда сверхъестественного. Для нас особенно это получение визы. Я за визу видела в Питер, потому что в Москве не было мест на консульстве или как это называется. Вот получили визу, вот эта вот она же какая-то особенная, выглядит по-другому. Не Шенген. И уже как-то когда была виза в руках, мы уже поняли, что мы все умерли в Америку. Этот перелет просто невероятно долгий. 7 часов, еще 5 часов. Мы не летели до Нью-Йорка, а до Нью-Йорка еще до Орланды. Два самолета, смена часового поезда. Да, почти в половину просто. Просто полдня сместили. У нас в Америке ночь, тут день. Но мы пока привыкли и пока все это пошло в норму. Но чемпионат мира это другой уровень вообще, чем у нас в России. У нас все-таки это такой вид спорта, о котором немногие знают. И о котором до сих пор представляют, что девочки с помпонами прыгают там среди матча. То есть ко мне говорю, что я спортом как бы занимаюсь. Вот, но никто не понимает. А там уже в Америке все это их вид спорта. И все, кто от нас понимает, что чемпионат мира это события страны. А они как бы в Америке именно. А у нас это где-то вот проходит на стадионе. И никто об этом не знает. А там это прям вот все с афишами, все нормально. Уровень организации и какие-то эмоции, которые вот от этой площадки, которую ты видел до этого в Инстаграме просто по постам. А тут ты сам здесь. У них вот эта арена, комплекс, который там есть. Там стоит шар с логотипом арены. И вот этот вот шар, это все мечтают с фоткой с этим шаром. И первое, что я сделала, буквально сделала с фоткой с этим шаром. Потому что очень всегда этого хотелось. И, наверное, это самое вангательное присутствие за кулисами, если можно так сказать. Что ты понимаешь, что ты выходишь на чемпионат мира. Ты представляешь свою страну. У меня никогда такого не было. Как бы российское издевание – это не то. И, конечно, просто эмоции. То все падает внутри, то поднимается. Ты стоишь плакать, хочется. И когда ты выходишь, и диктор по-английски. Тим, Раша, во всем. Там атмосфера даже другая. На трибунах там все болеют. Американцы, которые кричат недолго за себя. У нас многие команды болеют только за свои команды, или за команды своего города. А там все открыты за всех. Ой, я могу еще много говорить. А как вообще было с организацией? То есть вы говорите, что там совершенно другой уровень. И, я так понимаю, была прекрасная организация. Организация прекрасная, да. В чем проблема у нас в этой тайне? Задержки, да? Ты приезжаешь на сверхунование, и к своему выходу можно сразу полчаса накидываться, что ты не выйдешь в обмен. Я не знаю какой причины. Потому что, в принципе, вот команда, вот она вышла. Что там задерживается? Как это все? Ну, как бы, не понимаю, в чем проблема. Ну, вы знаете, такое происходит во многих видах спорта. Мне говорят о том, что просто люди не регистрируются заранее. И, в общем, там такой поток, то, как приезжает. И вот получается такое. Ну, не знаю. У нас просто регистрация закрывается там за несколько дней. И, ну, все понятно. Вот этот список команд. Что тут еще? Вот твой тайминг. Ты прекрасно знаешь выступление во времени, сколько идет у команды. Потому что тебе музыку скинули заранее. Потому что больше нельзя. Ты просто не будешь наглажать. Ну, я, по-первых, образование организатора спорта на массовых мероприятий. У меня это очень все раздражает. Я вас точно понимаю. Я запас этих сталпост. Но, поверьте, это не только ваше, это ваше. Это болезнь нашей, может быть, не только нашей страны. Но, как бы, у нас это как-то концентрировано. И в ситуации с этим сталкиваешься. Ну, просто я думаю, что дело без ответственности. Вполне возможно. Ну, не знаю. Честно, не могу сказать причины. Меня там нет. Поэтому изнутри ничего не понятно. Вот вы сейчас рассказывали о ваших эмоциях на чемпионате. О том, что представлять страну – это, безусловно, огромная ответственность. А как так получилось, что вам удалось попасть на чемпионат мира? Наверняка, это же огромная конкуренция. Это же не просто. Да. На чемпионат мира выходит команда, которая заняла первое место на чемпионате России. Мы заняли второе место с… У меня Чирджаз. Чирфристайл был первым. И мы заняли с Чирджазом второе место. Но, так как у нас были готовы визы в Америку, то есть команды, которая заняла первое место визы не было, то поехали мы, потому что они, в принципе, чисто физически просто не успевали сделать визы. Мы сделали визы в Америке. То есть чемпионат России проходит конец февраля, а чемпионат мира – в мае. То есть эти полтора-два месяца неполных – это нехватка времени на визу. Вы хитрые. Все продумано. Конем просто. Но вы всегда выступали с командой, чьи спорт – это командами спорта. И, наверное, очень многое зависит от отношений в команде, о том, как вы между собой работаете, да? Расскажите, пожалуйста, как у вас складывались отношения с вашей командой? Сложно ли нам притираться? Ну, та команда, в которой я сейчас, я считаю ее просто идеальной. Все девочки очень бежелюбные, все открытые, все помогут, все подскажут, все укажут на твои ошибки. И это не будет типа «Эй, ты что-то все портишь», а «Все комфортно, аккуратненько, пожалуйста, исправь». Вот тут у тебя не так. Ну, когда мы просматриваем видео замедленной съемки после тренировки и ищем, где нюансы, и там «Аня, здесь вот рука, Даша, здесь нога». То есть все исправляются, и за этим уже чистятся, и тренеры прекрасные все будут, ну, как семейный обзывок в этом. А до этого какие-то сложности может быть? В той команде, в которой я была раньше? Да. Ну, там немножечко другая атмосфера. Я не хочу никого обижать, потому что наверняка, может быть, это никто тут видит. Да и нет смысла какого-то глупо отзываться. Просто везде разные отношения между тренером и командой. где-то это семейная вот такая более добрая обстановка, где-то тренеры по боку по стулу, там немножечко по другому. И вот нет, обстановка-то сейчас, мы не ближе, мы не будем делать больше. Ну, вы достаточно большой уже путь прошли в спорте. У вас уже были крупные старты, большая ответственность. Вы выполнили мастера спорта. Но как вам вообще с детства давалось совмещать учебу и тренировки? Вообще, как у вас было с учебой? Ну, с учебой у нас было все, в принципе, нормально. Ну, я думаю, хорошистка, там, тройки, редкие, и они, как бы, из раза в раз, там, то есть, то нет. У нас тренировки были, у меня, в принципе, около двух. Ну, около 15 минут, в артибуре, с которым занимались, я шла пешечка 15 минут, сразу после учебы, 3-4 раза в неделю, в зависимости от возраста. И все все успевали, потому что у всех разные приоритеты. В школе к этому спокойно относились, я постоянно уступала где-то во время уроков, и все прекрасно понимали, я успевала выступать еще и в школе, поэтому иногда у меня оценочки были повыше. Ай, тут я же танцевала вчера на 8 марта. Я думаю, да, пятерочку лета китая. На самом деле, вот тогда сложности не было. Мне сложнее совмещать с работы, чем с учебным голосом. А вот учителям, получается, они хорошо относились? Просто очень многие жалуются, что, ну, непонимание, вот именно в школе со стороны учителей, одноклассников, у вас не было с этим проблем? Проблем с учителем не было, у меня мама работала в школе, учителем математики, когда у нас все было в мази. Вот, а с одноклассниками, ну, никто не понимал, в общем, у меня на тренировку, а не там в кино, не погулять. Я всегда оказывалась там сбоку припеку, потому что я выступаю. Нет, у меня тренировка. И какие-то экскурсии я лучше легко посещала, потому что у меня тренировка. Ну, в общем, это вот фраза стандартная на протяжении всей моей учебы. А друзья у вас, получается, были именно вот в коллективе? В основном, да. Да, потому что там отношения другие были. Ну, вот, считай, больше времени было для места, чем в школе. Не скажу, что я там редко появлялась в школе. Я нормально посещала, все в логике, все спокойнее, все успевала. Но в школе собираются люди, которые не в своей воле там оказались, скажем так, они все разные, не по интересам. Не по интересам, да. А там уже с их интересом все в одну точку смотрят. И мы команда, в любом случае, поэтому там будет все по-другому. Там будут друзья. Ну, вот у вас множество наград, медалей, то есть, такие крупные старты, ответственные все. Были у вас какие-то привилегии благодаря вашим титлам? То есть, там, например, кто-то у вас там в школе видит и говорит, «Ты вообще, знаешь, кто я?» Ты посмотри, у меня не нравится. Кто-то вообще так поздно. И даже это было еще. Ну, я никогда этим как-то не пользовалась. Возвращаясь, потому что наград каких-то особых нотаций в гимнастике у нас не было, потому что мы не по соревнованиям, а по фестивалям. И, ну, фестивали, это какие-то победные фестивали, заслуга именно коллектива. И единственное, чем я козыряла, так скажем, мы выступали на крупнейших лошадках Москвы, типа Кремлевской сцены, Лужников, Олимпийского. И вот это у меня вот гордость проложит. Я там стояла. Я стояла на этой сцене, пока вы ходили в кино. Ну, да, я именно об этом спрашиваю. То есть именно самооценка человека, самооценка, естественно, была повыше. Ну, не могу сказать, плохо это или хорошо, но как бы я чувствовала, что я при деле, я чем-то занимаюсь. У меня достаточно хорошие результаты благодаря тренерам и коллективам. А вы там как-то сами разбираетесь, да, в свое кафе, кино. А сталкивались вы с трудностями в плане спорта? Ну, то есть, может быть, какие-то моральные трудности? Ну, всегда были какие-то, ну, неудачные моменты и какие-то. Ну, травмы на гимнастике именно были очень редкие, и, конечно, только вот под конец уже нового обучения, так скажем. Были проблемы и с тренерами, и проблемы с группой, так скажем. То, что все девчонки, там курятник такой, там уже в лагеря есть, или постоянно, ну, понятно, какие-то и двиги, мальчики, сплетни, да. Да, естественно, были проблемы. Ну, как бы, мы выросли, все это ушло, и все спокойно сейчас периодически общаются. Мы говорим, что мы там подружки наверх, и каждый в воскресенье сидим в кафе и гуляем. Ну, просто мы можем друг к другу обратиться. До сих пор. А вот травмы. Вот вы вскользко так упомянули о них, а вот были ли они у вас, когда уже вы вышли в чир, в спор, ну, и так далее? Ну, вот моя травма, которая меня беспокоит до сих пор, у нас случилась в последний год, по-моему, или, может быть, в лет последней гимнастике. Просто после прыжка пришла в прямую ногу, следовательно, с пола, в спину, и я долго не могла обвитывать. Ну, потом как-то с ногой. А, в спину вот где-то. А, у вас позвонки защели? Позвонок нижний. Да, короче, вот справа что-то. Ну, там уже вошла, и в спину сразу подоложилась. Да, я не знаю, почему, столько лет прыгала, и тут вошло вот так. Ну, бывает. Да. И я как-то никогда не обращала это внимание, и вот, потому что не облицелы, до сих пор это меня периодически беспокоит, я уже и согнуться так не могу, потому что там болит, что-то не то. И чир, естественно, это больше прыжков. Ну, как только начинаются прям сильные тренировки, естественно, у меня спина уже не выдерживает где-то. Я прихожу и просто ложусь. Ну, даже дойти к проблемам. А вы не делали рентген там. Я делала мартель, я делала облеченные массажи, не тыкли какие-то иголки. Мне вправляли все это на место. Ну, как только я возвращалась по тренировкам, неделю и все обратно. Ну, и до сих пор у меня все там не очень хорошо. Ну, вы не планируете сейчас пока, ну, завершать это именно в спорте? Еще год точно не планирую. Ну, хоть каждый год там где-нибудь уже под конец сезона думаешь, все. А потом чемпионат Европы. Ты опять ощущаешь всю вот эту вот мощь сала, все. То есть это вас мотивирует? Это начинает мотивировать, потому что вы с чемпионат Европы, вот так скажем, обхост. Ты перенастраиваешься, как-то отдыхаешь морально и думаешь, нету всего. Я еще, еще, еще хочу. Просто это какой-то такой логотик, от которого сложно отказаться. Потому что в нашем спорте, в принципе, есть примеры, когда там 26 прыгают, и ничего, все нормально. Главное, все, все, кто вы. Так что я не замечаю, что этот год будешь быть последним. Посмотрим. Ну, получается, что именно у вас именно есть цель, и вы к ней идете, и именно это вас мотивирует пока. Ну, не скажу, что это прямо какая-то цель, к которой я иду, это атмосфера, которая мне нравится. То есть присутствие в команде, вот эта атмосфера соревнований. Мне нравится, что я еще что-то могу. Да. Это же как-то тоже повышает ту же самую самооценку, и я и детям до сих пор могу на себе показать. А это всегда ставит плюс, да, дети смотрят на тренинг, на самого, который еще что-то может. Значит, я так хочу, я так смогу и могу. Поэтому это надо, конечно. Ну, мне, по крайней мере. Спасибо. Спасибо.